Я надеюсь, вы не забыли, что Пушкин, ужасаясь, что теперь он журналист, сравнивал себя не только с Булгарином, но и с Николаем Полевым. Николай Алексеевич Полевой, издатель вот этого самого журнала «Московский телеграф». Это правда, на самом деле, очень здорово, что я могу вам его показать. Совсем недавно добыла. Это тот самый журнал, откуда у нас пошло слово «журналистика» в русский язык. Впервые можете себе представить. Можете потом попробовать посмотреть. Николай Алексеевич Полевой много очень отдал журналистики, но мы же с вами пытаемся говорить не про историю журналистики, а про историю становления журналистской профессии. Поэтому давайте немножко уйдем в сторону. Мы с вами вспомним очень важную статью Николая Алексеевича Полевого, взгляд на некоторые журналы и газеты «Русские» 1831 года, которая была опубликована именно в этом «Московском телеграфе». Там Полевой определяет журналиста, не просто говорит, кто такой журналист, а говорит, что он должен делать. Журналист в своем кругу должен быть колонновожатым. Мы с вами понимаем, кто такой вожатый, человек, который работает с детьми, учит их, воспитывает, занимается. А колонновожатый – это военный термин, человек, который направляет колонну куда-то, ведет с собой командир, офицер. Журналист в своем кругу должен быть колонновожатым. Куда же заведет он свой корпус, не зная дороги? Ибо дорогу эту знают только тогда, когда известна цель пути. И дальше Полевой очень четко расписывает, что же должен делать этот колонновожатый, чтобы быть достойным этого гордого звания. Чем должен заниматься русский журналист? У нас, где так редки деятельные литераторы, куда так медленно проникают все новые события в науках, у нас поприще журналиста неизмеримо. Прежде всего, он нам должен показывать эту общую, всеомъеблющую деятельность в разных частях. Он должен знакомить читателя с успехами, объяснять их и доказывать действительность их. Он должен выставлять в истинном свете устаревшие, ложные понятия мнения, поверья, и при том излагать новые взгляды великих критиков. То есть чувствуете, такая научно-популярная деятельность журналиста им продвигается вперед. Его внимание еще более устремится на свои отечественные события в науках и литературе. Он размышляет, конечно, хорошо, чтобы в русских журналах очень много писалось русского. То где же этого взять, когда этого пока так мало? Поэтому пусть журналист печатает и иностранное, но все-таки особое внимание обращает на русские какие-то явления. Назначение заключает полевой клоновожатого журналиста высокое быть органом современных успехов и спосшествовать благу своего отечества. Видите, даже сложно выговорить такое слово, но смысл, я думаю, понятен. Споспешествовать, то есть помогать, сочувствовать, поддерживать благо своего отечества. Вот статья Николая Алексеевича Полевого, того самого человека, который ввел в русский язык слово журналистика. И это именно об этом человеке Виссарион Белинский, великий русский критик, который установил те самые литературные каноны, по которым мы с вами на самом деле живем сейчас и понимаем, это классика, а это не классика в литературе. Он писал, полевой был литератором, журналистом, публицистом не по случаю, не из расчета, не из нечего делать, не по самолюбию, а по страсти, по призванию. И он вообще, конечно, Белинский, это человек такой очень сложный, человек великой экстремы, человек, который у него одни мнения, потом они резко меняются, но тем не менее он восторгался полевым, он говорил, что это журналист по призванию, не по случаю, и он объяснял, почему, собственно говоря, он так считает полевого журналистом по призванию. Таким образом, мы понимаем, что вкладывал в журналистику сам Белинский. Полевой постиг вполне значение журнала, как зеркало современности. И современное, и кстати, были в его руках поистине два волшебных жезла, производившие чудеса. Вообще, Виссарион Белинский, ну опять-таки, да, мы с вами пытаемся не про всю историю журналистики говорить, хотя мне это правда, если честно, очень сложно, а говорить про взгляды на журналистику. Виссарион Белинский в своей самой первой заметной статье, после того, как его оставил у себя в журнале «Телескоп» и газете «Молва Николая Надеждин», он обратился к Надеждину «Ничто о ничем» или «Отчет господину издателю телескопа». Это в 1835 году. И давая отчет Надеждину, который на время уехал и оставил телескоп и «Молву» на руки Белинскому, Белинский в этой своей первой очень громкой статье высказывает взгляд на журналиста. Человек умный, ловкий, сметливый, деятельный, качество, составляющее необходимое условие журналиста. Пойдете на журфак и подумайте, вы умный, ловкий, сметливый или деятельный. Если чего-то нет, то, может быть, вам не надо на журфак идти. А дальше он продолжает Белинский то, что мне, например, несколько обидно. Но, знаете, это был 1835 год, и я ему уже не успею высказать свои обиды. Ученость здесь не мешает для журналиста, но не составляет необходимые условия журналиста, для которого в этом отношении гораздо важнее, гораздо необходимее универсальность образования, хотя бы и поверхностная. Вот с этим я не очень согласна. Смотрите, Полевой говорит о том, что журналист должен быть научным просветителем. Белинский тоже об этом говорит. А я, наверное, что-то другое вижу в журналистике. Ну, поэтому вы изучаете Белинского, а не меня. Дальше. Белинский говорит, обращаясь к надежде, но к издателю телескопа, какие же две главные обязанности у журналиста. Но тут он употребляет слово «журналист» в контексте «издатель». Старайтесь умножить читателей. Это первая и священнейшая ваша обязанность. Не пренебрегайте до этого никакими средствами, кроме предосудительных. Соответственно, мы опять с вами получаем такую отсылочку к этике журналистики. Вторая ваша обязанность – развивая и распространяя вкус к чтению, развивать вместе и вкус изящного. Ну, на самом деле, Виссарион Белинский, как и Пушкин, очень много писал про журналистику. Он говорил, умирать буду и прошу в гроб мне положить под голову книжку отечественных записок того самого журнала, где он выступал очень ярким публицистом. Но есть у него такая блестящая строчка, мимо которой мы просто не можем пройти. Это строчка из письма Василия Петровича Боткина 1840 года. Литература имеет великое значение. Это гувернантка общества. Нам тоже сейчас сложно понять слово гувернантка – воспитательница. Журналистика в наше время – все. И Пушкин, и Гета, и сам Гегель были журналистами. Журнал стоит кафедры. А вот тут мне уже сердце все-таки греет эти слова. То есть для Белинского есть две такие точки, с которых можно перевернуть мир, с которых можно мир перевоспитать в лучшую сторону. Либо это журналистика, журнал, либо это университетская кафедра, чем мы с вами сейчас более-менее и занимаемся. Ну и еще несколько мыслей о журналистике уже со второй половины XIX века. Понятно, что мы не сможем их собрать все. Чем больше становилась журналистика, тем больше про нее писали. Но давайте посмотрим, что про журналистику писал господин Чернышевский. Николай Гаврилович Чернышевский – такой спокойный, устойчивый журналист, публицист, демократ. В своей одной из самых таких крупных работ «Очерки Гоголевского периода русской литературы», которая была опубликована в 1855 году, Чернышевский размышляет. «Одна из главных задач журналиста – есть распространение положительных знаний между своими читателями, ознакомление публики с фактами науки». Смотрите, как они все о просвещении. А это что значит? А это значит, что просвещения как в воздух не хватало России. В нашей литературе, где еще так мало дельных ученых книг, да и те находятся в руках самой ничтожной по числу части публики, исполнять эту обязанность журналистам еще необходимее, чем в других литературах. А в другой статье, попозже, 1959 года, господин Чичерин как публицист, откликаясь, давая такую рецензию пространную на очерки Бориса Николаевича Чичерина об Англии и Франции, он размышляет уже не о журналисте, а о публицисте, то есть человеке, который пишет на социально значимые актуальные темы. Публицист выражает и поясняет те потребности, которыми занято общество в данную минуту. Смотрите, здесь уже нету речи про научпоп, здесь нет речи про просветительство, есть речь про пульс минуты, свежесть, зеркало современности, как когда-то Беринский говорил про полевого. Служение отвлеченной науке не его дело, публицист не профессор, а трибун или адвокат. Публицист, воображающий себя профессором, также странен, как профессор, воображающий себя филитонистом. Слова публициста должны прежде всего сообразовываться с живыми потребностями известного общества в данную минуту. Ну и дальше мы можем с вами привести примеры Добролюбова, который примерно об этом пишет, Писарева, который говорит, что журналистика должна просвещать общество положительными, естественно, научными знаниями. Но мы не будем брать весь этот спектр, мы с вами уже завершаем вот такую довольно коротенькую, но, мне кажется, яркую нарезку из общественных высказываний, литераторов, писателей о журналистике. Давайте посмотрим в начале XX века, что вообще говорили. Есть совершенно прекрасная книжка Михаила Константиновича Лемки, кстати, посмотрите, она есть в интернете в сканированном виде. Вот она у меня, правда, не очень хорошо сохранилась, но, знаете, книжка 1903 года, Думы журналиста, Думы журналиста 1903 года пережили много испытаний. Михаил Константинович Лемки сам журналист, очень крупный историк русской цензуры. Ну, не буду вам всю историю рассказать, опять-таки, да, надо уходить немножко в сторону. Что он пишет о русской журналистике? «Русское периодическое издание все еще альфа и омега, то есть основа чтения громадного большинства грамотного люда. Это наша особенность. Ее нельзя пока забывать. Из нее нужно исходить в требованиях журналистики. Можно и должно, конечно, с нетерпением ожидать того счастливого момента, когда газета будет читаться только как сборник последних политических и подобных новостей и известий, а толстый журнал как сборник новостей широкой деятельности научного ума. Тогда, разумеется, журналистика перестанет быть одновременно и учителем, и воспитателем, и другом, и собеседником. Тогда не будет крайней необходимости предъявлять к ежедневной прессе массу чисто нравственных, этических требований. Роль сборника совсем иная. Но не то теперь. Громадный процент взрослых, громадных людей получает знания из газеты, реже и из журнала. То есть, смотрите, то, о чем говорил Вяземский, то, о чем говорил Пушкин, первопланетнадцатого века, то же самое происходит в начале двадцатого. Люди черпают знания из повременных изданий, а не из книг. Просвещение как хлеб, подобно России. Об этом говорил, кстати, князь Владимир Владимирович Адоевский. Три вещи надо в России. Наука, наука, еще раз наука. Но мне из книги «Дома журналистов» очень важно еще одну цитату привести из книги Лемки, которая абсолютно коррелирует с сегодняшним днем. Настоящий журналист вообще не вправе участвовать в каком бы то ни было издании, если оно не вполне свободно возникновения своих мнений, если оно фактом своего существования должно что-нибудь говорить или на что-нибудь смотреть под обязательным углом зрения. Это еще одна очень мощная такая этическая сторона русской журналистики. Журналист не должен быть изначально зависеть от мнения своего хозяина. Журналист должен быть свободен. Ну, знаете, идеал одно, жизнь другое. И вот завершая разговор, обзор о том, что же такое журналистика в общественных требованиях, хочу вам привести кусочек из филитона Власа Михайловича Дорошевича, короля русского филитона начала XX века. Филитон называется «Барон Икс», филитон 1905 года. Филитон посвящен воспоминаниям Власа Михайловича о Семене Герцевиноградском. Это был известный журналист второй план 19 века. Герцевиноградский говорил, журнализм – это донхихотство. Донхихот, понимаете, да? То есть человек, который сражается с витринными мельницами, с призраками. Мы беседовали с ним, то есть с Герцевиноградским, как-то о журнализме. «При нелепое занятия», смеялся он, сам, кстати, всю жизнь отдавший журналистики, «ко мне сегодня приходил молодой человек. Желаю быть журналистом». Вот примерьте это опять-таки на себя, если надумаете на журфак. Журналистом? Скажите, можете ли вы ненавидеть человека, который вам ничего не сделал, которого вы никогда не видели, имя которого никогда раньше не слыхали, смотрив, вытрощив глаза. Как же так? Ненавидеть глубоко, искренне, всей своей душой, всем своим сердцем, видеть в нем своего злейшего врага, только потому, что вам кажется, будто он враг общественного блага. Если да, если вам покажется, что он враг общественного блага, то вы можете быть журналистом, настоящим журналистом. Смотрите, как от XVIII века, будьте же аккуратны в своих мнениях над коллективными суждениями, не спешите осуждать гипотезу, бойтесь плагиата. К первоплани XIX века стремитесь просвещать, через интерес, через знания, распространяйте вкусы этические, изящные, через приучение к положительным знаниям. Ненавидьте того, кто вам кажется, что он враг общественного блага. Какая интересная цепочка выстраивается во зрениях русских писателей и журналистов на журналистику и ее задачи. Продолжение следует...